Дорогие друзья, закончилась у нас выставка, подвели предварительные итоги. Ваша оценка, что удалось сделать, где может быть необходимо доработать? Ну, выставка прошла, я считаю, на высоком уровне, достойно очень. Было у нас достаточно и мероприятий разных, и контрактов много подписали. И самое главное, провели очень много круглых столов, на которых опять-таки наши все коллеги очень много важных вопросов обсудили. И уверен в том, что от этих круглых столов и зависит наше дальнейшее развитие нашего курорта. Дорогие друзья, мы пообщались с гостями, и практически все, наверное, оценили наш новый бренд-бук. Получилось на самом деле ярко, узнаваемо, стильно. Ваша оценка? Ну, оценка, естественно, мы понимаем, что сегодня бренд представлен, это проект бренда, еще в любом случае мы будем его дорабатывать. Почему? Потому что сразу этот бренд просто везде пустить как наклейку мы не можем. Он должен входить в Анапу дозированно. То есть сначала, допустим, мы применим его на объектах, на каких-то там потребительских сферах, потом на автомобилях на наших, допустим, на автобусах экскурсионных будем вводить эту, скажем так, нашу брендовую экспозицию разную. Бренд, он нравится людям, и я вижу, что как отзываются о нем, и в интернете пишут отзывы положительные. Но для того, чтобы, как говорится, не переборщить, не увеличить его нагрузку, скажем так, его надо выдавать дозированно. Вот сделали на одном объекте, посмотрели, если он смотрится комфортно, красиво, то можно продолжать дальше. Сделали на втором объекте, прошли дальше. То есть надо однозначно давать его только дозированно. Ну вот летний сезон, это уже пойдет работа. Планируем уже, скажем так, частично, значит, с новым брендом сделать наши объекты экскурсионные. Там порядка, наверное, процентов 30 мы постараемся к сезону уже подготовить их на центральных, на наших улицах выставим. Что касается торговых объектов, не стационарных, это на пляжных территориях у нас будут мороженое, напитки. Будем максимально стремиться к тому, чтобы они все уже были забрендированы. И мало того, мы меняем еще архитектурный облик. Они теперь будут у нас все в белом стиле, деревянные конструкции из белого, скажем так, дерева окрашенного. И это будет комфортно и смотреться будет, скажем так, я думаю, эффектно очень. Сейчас формируется кластер Абрао-Дюрсо. Что даст нам, Анапе, участие в этом проекте? Ну, в первую очередь, благодаря этому у нас появились дополнительные объекты коммунальной инфраструктуры. Значит, это самое основное, потому что у нас везде проблема, большая проблема с электричеством, с водой, с канализацией. То есть, в связи с чем, естественно, в первую очередь, вложены туда деньги большие. Наши инвесторы вложили колоссальные деньги, много открыли новых объектов. Это такие объекты, как Бетонбрюд, как Бора-Бора, Давиль. То есть, вы все их знаете, они все на слуху. То есть, это достойные объекты, соответствуют и своим звездам, и качеству обслуживания. Игорь Анатольевич, вот мне стало известно, что буквально сегодня у вас прошла встреча «Круглый стол» представителей сети «Магнит» и представителями туротрасли нашей Анапской. Если не секрет, о чем шла речь? Я так понимаю, там был достаточно интересный проект, обсуждался. И какие результаты этой встречи? Да, я скажу вам откровенно, это было у нас с Юрием Федоровичем, было его поручение. Мы очень тесно взаимодействовали всегда с компанией «Магнит», когда еще работали в департаменте потребительской сферы. Мы провели с ними переговоры, пригласили их. Почему сюда пригласили их? Потому что, на самом деле, с компанией «Магнит» не то, что нужно, а необходимо сотрудничать. Потому что это на сегодняшний момент в компании «Магнит» работает 200 тысяч человек. Это их штат. Я считаю и уверен в том, что эти 200 тысяч, даже если из них половина к нам будет приедет на курорт, у нас это большой плюс. Сегодня был замечательный, мое мнение, круглый стол, на котором наши коллеги курортной сферы поделились своими предложениями с компанией «Магнит». А компания «Магнит» рассказала, как она может нам помочь в развитии. У них существует свой сайт внутренний для своего персонала, на котором они могут размещать нашу информацию. Я считаю, это довольно-таки предложение хорошее. Для начала мы сделаем здесь свой общий сайт, свой всех санаторно-курортных наших объектов. И потом будем дальше продолжать диалог в плане того, как разместить на сайте «Магнита» всю нашу «Анапу». А «Магнит» нужно понимать, это вся Россия. И понятно, что у сотрудника есть и знакомые, и семья своя. Однозначно «Магнит» – это вся Россия. И самое главное, что я сегодня подчеркнул нашим коллегам, что мы не должны говорить за одного, за каждого. Допустим, за компанию «Бетонбрют», за «Давиль», за «Делуч». Мы должны говорить все вместе, за «Анапу». Результат будет колоссальный, потому что на самом деле не то, что на всю Россию, а узнают нас везде. Потому что предложение было вообще сделать наши буклеты, флайера. Ну вот представитель компании «Магнит» рассказала, я думаю, более доступно сегодня, как это будет. Ну, только удачу остается пожелать. И последний вопрос. Какие основные задачи вы ставите сегодня перед началом плотного сезона? Юрий Федорович поставил задачу однозначно на планерке буквально на этой неделе. Бой несанкционированной торговли. Чтобы ее вообще не было. Искоренить ее. Сейчас мы прям плотно готовим несколько рабочих групп, которые будут именно мобильные группы, которые будут заниматься непосредственно только несанкционированной торговой. Но это основное. Второе, это, конечно, максимально уделить нашим потребителям, которые к нам приедут, уделить внимание, чтобы у нас было все качественно. Конечно, будем отслеживать качество наших продуктов питания, которые будут поступать на прилавок. Будем отслеживать качество обслуживания наших потребителей, потому что лицо все равно это качество в любом случае. Поэтому задач много, но уверен, что мы будем справляться по мере поступления. Юрий Федорович, спасибо большое за этот разговор. Удачи вам. Юрий Федорович, спасибо. Продолжение следует...